В бытовой истории человечества пуговица занимает отнюдь не последнее место. В Рязанском Кремле пуговицу сделали главным героем музейной экспозиции. Вниманию посетителей представлено более 500 предметов, позволяющих проследить историю развития, столь важные для человека детали. Конечно, основная функция пуговицы – это застёгивать. Но, кроме этого, в названии нашей выставки мы говорим о всех её функциях. Потому что пуговица – это застёжка, эмблема, оберег и брошка. Потому что пуговица не только застёгивала, она служила познавательным знаком. По ней можно было узнать, какому ведомству человек принадлежит, или какому роду войск она могла украсить одежду. И, наверное, самое древнее назначение пуговицы, по крайней мере, у нас на Руси, по крайней мере, это как раз оберег. Пуговица защищала от злых сил. Пожалуй, самым древним экспонатом, который представлен вниманию зрителей, стали пуговицы старой Рязани, относящиеся к XII-XIII векам. Они помогают воссоздать облик предков современных горожан, уделявших внимания более практичностям, чем красоте внешнего облика. Пуговицы использовались прежде всего для скрепления одежды. Совсем иную функцию приобрела пуговица в XVIII веке. Она стала служить больше для украшения одежды, в связи с чем делалась из перламутра и золота, украшалась сложным узором, а часто превращалась в настоящий рассказ. Совершенно особую функцию приобретали пуговицы у военных. Они служили не только знаком принадлежности к тому или иному рангу, но и в целом свидетельствовали о принадлежности владельца мундира к своеобразной касте. Впрочем, широко представлены в экспозиции не только пуговицы из прошлого, но и знакомые каждому образцы, найти которые можно у многих дома. Сейчас и они с иклаковым покрытием или незатейливым узором приобретают ценность музейного предмета. И несмотря на то, что в современном мире пуговицы уже не являются предметом первой необходимости, есть мнение, что этот замечательный аксессуар будет с нами еще долгое время. Как считают исследователи, около 5000 лет существует вообще пуговица, но, по крайней мере, в таком виде, в каком мы не привыкли, гораздо позже, уже где-то с 13-14, наверное, века. И до сих пор она жива, значит, наверное, и дальше будет существовать. Потому что, если мы говорим о пуговице, то когда это был атрибут мужской одежды, а где-то уже с 19 века ее, свои одежды очень интенсивно стали использовать и активно женщины. И раз женщина им понравилась, и они нашли применение, я так думаю, что и дальше они будут находить возможность ее использовать. А оценить все богатство пуговиц можно на выставке, которая будет работать в певческом корпусе Рязанского Кремля до 4 октября.